Я начну с истории. В 1940 году Великая Британия из большой империи превратилась в один остров, окруженный немецкими подводными лодками. Ее бомбили, ее уничтожали со всех сторон. И Великая Британия заключила большой договор о займах в Соединенных Штатах Америки. После войны она выплатила полностью все свои долги и стала современным одним из мировых лидеров, членом Совета Безопасности ООН. Когда премьер-министром Великобритании стал Уинстон Черчилль, Лондон бомбили немецкие самолеты в мае 1940 года. Он выступил перед парламентом и предложил всем депутатам из оппозиции и из правящих партий объединиться во время войны и голосовать все вместе, советуясь все вместе за одни решения. И пять лет в парламенте Великобритании все вместе голосовали и оппозиция, и власть. И получили победу во Второй мировой войне. Я хочу сказать, дорогие друзья, что у нас идет такая же скрытая гибридная война с Россией. И я очень прошу всех здесь депутатов, из всех фракций, депутатских групп и депутатов, которые не входят ни в одну из фракций групп, осознавать это и понимать, что сегодня своего рода знаковый день. Сегодня на наши решения смотрят парламенты других стран, международные финансовые организации и очень внимательно наблюдают из Кремля с Красной площади. Они хотят внести разброд в наши действия. Я также могу сказать, что это угода может быть и не идеальная. Но помните, что всегда предмет договора с кредитором – это предмет договоренности двух сторон. И правительство в лице министра финансов Натальи Рейско, которую, я считаю, мы должны поблагодарить за то, что она самоотверженно борется, бросив свою работу в коммерческих структурах на государство Украины, поблагодарить за те условия, которые удалось выбрать. Я верю, что эти условия эффективны сейчас. Да, после того, как экономический рост Украины будет через несколько лет, мы будем платить дальше кредиторам по нашим долгам. Но эти кредиторы теперь будут заинтересованы в развитии Украины. Все эти американские, английские и другие фонды будут приходить сюда и приглашать других инвестировать в Украину, чтобы у нас в стране был экономический рост. Это тоже важно. Дорогие друзья, я привык в последнее время делать так, как не нравится России. Если Путин заявляет, что ему не нравится это угодно, значит, надо поступить по-другому. Давайте поступим по-другому, поддержим сегодня проект реструктуризации, и наша Украина будет идти вперед к экономическому росту. Спасибо. Спасибо.